Всем здравствуйте! В студии Лиза Калинина, Никита Некрасов. Начинается наша программа наука и технологии. С радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. В студии у нас находится научный сотрудник Дарвинского музея, палеонтолог Ярослав Попов. Здравствуйте, Ярослав! Здравствуйте! Добрый день, Ярослав! Вновь рада встрече с вами. И сегодня наша тема. Динозавры, которые существовали на территории России, которые обитали, жили вместо нас здесь, в России, матушки. Это мы вместо них сейчас живем, а не они вместо нас жили. Ну да, ну да. Правильно? Правильно, по крайней мере, об этом вы меня попросили рассказать. Я постараюсь так и делать. Да, все правильно. Никит, ты понял? Я понял, да. Динозавры, которые жили на территории России. Вот, а я аж песню вспоминал недаром в конце предыдущего часа. Динозаврики, может, вы попрятались в Африке? Может, сено вы живете на завтраке? Ярославу. Ярославу и скуке вопреки. Да, ну расскажите нам, как много их было? Что это были за вообще существа-то такие у нас? С русскими фамилиями хоть? На офф заканчивались фамилии. Ну, обязательно, обязательно. А как же иначе-то? Не, на самом деле страна у нас большая, поэтому было бы странно, если бы у нас динозавров не было, согласитесь. Все-таки, как-никак, одна седьмая часть всей суши. Но, как ни странно, долгое время динозавров у нас не находили. И это, конечно же, очень-очень удивляло. Причем, еще там, скажем, сто лет назад, но чуть пораньше, один из самых известных палеонтологов, отниель Чарльз Марш, побывав в России, сказал примерно следующее. Динозавры России, как и змеи Ирландии, примечательны лишь тем, что их нет. Вот такая вот ситуация. И действительно, он был прав. В то время не было известно абсолютно никаких динозавров. Но сейчас, слава богу, картина изменилась. Известно, что какие-то динозавры действительно у нас были. Но, вот, собственно, пару слов о том, почему их так долго не находили, в чем же причина того, что их здесь долгое время не было. Не было. Не было известно. Ну, во-первых, у нас динозавры существовали на протяжении трех периодов, так называемого Триасового, Юрского и Мелового. Вот, Триасовых отложений у нас вообще по стране практически нигде нет. С Юрскими и Меловыми чуть получше. Но, во времена Юрского и Мелового периода, как раз был, когда был расцвет динозавров, когда там бродили истегозавры, когда тернозавры ходили, у нас примерно треть страны была занята морем. Вот, в море динозаврики не жили. А как же вот эти все водоплавающие? Водоплавающие, безусловно, жили. Ну, водоплавающие динозавры. Динозавры. Ну, их динозаврами не называют. А как их называют? Вот это такое общее принятое заблуждение. Ну, лучше всего их назвать морские ящеры. Вот, хорошо. Скажем так, они отличаются от динозавров не меньше, чем современные ящерицы, а может быть, даже побольше. Я думаю, ни один нормальный человек ящерицу динозавром не назовет. Ну, может, как кто-то маленький скажет, мама, посмотри, какой динозавр лежит. Скорее, наоборот, придет в музей... Ящерица скажет. Ящерица большая стоит. Ну, так обычно, по опыту видишь. Так, и... Вот, так что моря у нас здесь было много, но все-таки суши тоже хватало. Но даже на той территории, которая была занята сушей, далеко не везде можно найти динозавров. Потому что для того, чтобы динозавры сохранились, нужны уникальные условия. Вот лучше всего, если какой-нибудь динозавр попадет в водоем там. Лучше всего, если он в болоте окажется, не знаю, в озеро свалится, на берегу моря потонет. Ну, и, сами понимаете, все-таки это сильно ограничивает круги, круг, скажем так, где можно динозавров обнаружить. Так. Территорию. Но, что у нас, болот, что ли, в древние времена не было? Были, конечно, у нас болоты. Действительно. Садеры проблем не было. Где поляков Иван Сусанин завел, заблудил? Конечно, в болотах, в Костромской области. Это же много позже, ну что там. Так. Вот, ну да. Ну, ладно, хорошо. Болота у нас были. Вот, я думаю, что не меньше, чем в каком-нибудь Китае или в Америке. Но динозавров-то все равно мало. В чем причина? А следующая причина – это наши леса. Наша гордость. Все в лесах хорошо, кроме того, что динозавров там искать неудобно. Ни на лесах, ни в полях динозавров искать практически невозможно. Там надо все перевопачивать, там надо экскаватор прогонять, снимать слой почвы, снимать ледниковые наносы. В общем, это такая масштабная манипуляция, которой, скорее всего, никто прибегать в ближайшее время не будет. Так. Вот помните, как эти американские там ученые там гуляют, ищут динозавров, да? Они же там гуляют не по лесам, не по полям, а вот среди каких-нибудь голых скал или там по пустынным таким местностям, среди так называемых бэдлендов. Вот бэдленды – это значит плохая земля. Плохая для сельского хозяйства. Но отличная для поиска динозавров. А у нас-то в России сплошной чернозем. Где ж тут бэдленды-то найти? Да, вот такая вот ситуация сложилась неприятная. Но что же делать? Все-таки есть места, слава богу, на которых динозавров можно найти. Это в первую очередь берега рек, где там вымываются древние породы. И вот именно на берегах рек в первую очередь динозавриков и стали находить. Ух ты. Но было это уже... Динозавриков маленьких, что ли? А, ну это я их так назвал, скромно, динозавриков. Нет, тут были и динозаврища. Понятно, динозаврища начали находить, да. Да, ну начали находить. 1912 год. Берега реки Амур. Ну, где-то недалеко от города Благовещенска. В то время за территорией следил наказной атаман Михаил Михайлович Монакин. И вот как-то Михаил Михайлович путешествовал по берегам реки Амур и вот увидел, что казаки занимаются каким-то странным делом. Они привязывают к сети грузила, но очень странной формы. Похожие на такие огромные позвонки каких-то лошадей или коров. Ну, в общем, с такой дырочкой, там очень удобно привязывать. Он заинтересовался этим, подошел, говорит, ну, товарищ, чем это вы тут занимаетесь таким интересным? Ваше благородие, ничего такого. Тут этих камней полно валяются. Вот там берег реки размывается, и там все в этих костяшках. Ну, мы сюда притащили, знаете, как хорошо рыба ловится благодаря ним. Ну, слава богу, Михаил Михайлович был сообразительным человеком. Ученый. Ну, он не был отнюдь ученым. Ну, в смысле, ученый, я имею в виду, что сообразованием. Ну, да, да, действительно, он был образованный человек, и он догадался, что это неспроста. Он обратился к ученым в Питер. Но, как говорится, быстро сказка сказывается, да долго дело делается. Четыре года потребовалось, чтобы все-таки доехать до Благовещенска. Но, в конце концов, экспедицию снарядили. В 16-м году приехали, собрали кости, привезли их в славный город Петербург, и стали там собирать скелет. Выяснили, что это кости динозавра, и решили собрать первого российского динозавра, всем на удивление. Обалдеть. Причем вот еще один любопытный весьма факт. Значит, вы понимаете, какие это годы, да? 16-й год, там уже, пока собрали, там уже 17-й начался. Ну, да, да, да. Вот. Михаил Михайлович... Не до динозавров, скажем так. В общем-то, можно сказать так. Михаил Михайлович, он ушел в стан белых, в общем, стал белым офицером. Так. А в то же время Анатолий Хабинин, главный профессор, который занимался, он был одним из главных революционеров. Красно. Ну, вот, это не помешало им, как говорится, поработать над одним динозавром, и в итоге явить миру маньчжурозавра, первого российского динозавра. Да, назвали его маньчжурозавр. Вот это да. Собрали скелет, да только костей не хватило. Не беда. Мы сделаем... Доделаем. ...из гипса. Доделаем. Да, а что? Сделали. Пригласили ученых со всего мира показать наше достояние России. Ну, и, в общем-то, большинство ученых подняли нас на смех. Вот. И прозвали этого динозавра гипсозавром. Гипсозавром? Потому что больше было из гипса, да? Больше было из гипса, да. Но еще не это была главная беда. Когда стали детально изучать скелеты, посмотрели самые разные кости, выяснилось, что кости в составе этого динозавра принадлежали нескольким даже родам динозавров. То есть это такой монстр Франкенштейна получился. Понятно, то есть такая соляночка. Да, да. Но, сами понимаете, пусть из разных костей, но, значит, все-таки какие-то динозавры-то у нас были, осталось только найти и собрать полный скелет и выяснить, какие же они и как они, собственно, выглядели. Вот. Ну и вот, собственно... Это непосильная уже задача, да? Да, задача была непростая. Ну и могу вам сказать по секрету, что потребовалось около 80 лет, чтобы найти, наконец-то, в этих краях полные скелеты. Что вы нас видите? Ну, нашли, описали, и сейчас из этих краев известно 4, как минимум, это я знаю. То есть спустя 85, это уже на наш век получается. 4 динозавра. Если в 1912-м нашли, то в наше время. Ну да, в общем, 90-е годы, 2000-е годы вот стали уже активно собирать скелеты. Только поняли нормально, что у нас... Так, Ярослав, прежде чем Ярослав продолжит рассказывать, я хочу призвать наших слушателей и зрителей в группу «Страна.ФМ ВКонтакте». Если у вас есть вопросы какие-то, касающиеся динозавров на территории России, если вы нашли динозавра в своем огороде, напишите, пожалуйста, нам об этом. Заходите, вступайте в нашу группу и пишите, пишите, пишите. Покидайте его сразу в контакт. Да, конечно. Так, продолжим. Факсом высылайте динозавра нам. Мы остановились на 90-х годах и остановились на Амурской области, потому что именно там нашли самого первого динозавра. И, как я уже рассказывал, значит, первый этот динозавр оказался составным, его состоял из множества запчастей от разных динозавров, и, собственно, вот поэтому этот первый таксон, манджурозавр, был упразднен, его сейчас никто серьезно не воспринимает, но явно он состоял из каких-то других динозавров. И вот как раз-таки скелеты некоторых динозавров, из которых, скорее всего, состоял тот самый манджурозавр, были обнаружены в 90-х годах. Один из таких довольно полных скелетов был собран, и динозавр этот получил название красивое Амурозавр. Вот. Ну, да. Все главное, Завр. После манджурозавра только Амурозавр. Конечно, да. Правда, это не связано, конечно, с этим ангелочком, с крылышками, да? Ну, понятно, с рекой связано. С рекой Амур связано, но все равно название красивое. Ну, и сам он был довольно симпатичный. Он относится к группе так называемых утконосых динозавров, то есть у него была мордочка похожа на утиный клюв. Вот. У этих утконосых динозавров у них всегда, ну, не всегда, но очень часто бывают самые разные симпатичные гребни на голове. Вот. У Амурозавра такой был довольно своеобразный, довольно высокий гребень, такой ирокесов, скажем так. Ну, и, скорее всего, он, конечно же, с помощью этого гребня завлекал своих подруг. Мычал. Что? Мычал? Мычал, да. Да, есть, кстати, такая версия, что действительно эти гребни служили как амурозаторы. Резонатор, да. И усиливали звуки. Особенно классный гребень у паразавра Лоффа. У него такой длинный, прям как труба. Да, да. Скорее всего, как горн гудел. Ну, слышали, наверное. Конечно, да. Каждое утро слышал. На будильнике стоит. На будильнике стоит. Так, ну. Вот, кстати, зря шутить. Между прочим, его звуть с помощью компьютерной графики восстановит. Это практически единственный динозавр, которого действительно можно послушать. Здорово. Надо на будильник поставить, значит. Да, поставьте. Так. Вот, значит, амурозавр. Да. Дальше нашли неподалеку, в местечке, которое называется Кундур, динозавра, который получил название Аллора Титан. Тоже красивое название. Аллора Титан? Да. Тоже. Как из Гарри Поттера какое-то. Ну, может быть. Как его заклинание. Ну, собственно, Гарри Поттер, как вы знаете, читал заклинание на латыни. Ну, да. А ученые тоже, как правило, пользуются латыни. Ну, согласен, согласен. Поэтому сходство очевидно. Так вот, Аллора Титан – это тоже утконосый динозавр. У него гребень был еще посимпатичнее, похож такой на небольшой капюшончик. Ну, вот. Еще пару динозавров утконосых. Там кундурозавр, терберозавр, в честь цербера назвали, да. В общем, много разных было утконосых динозавров. Они большие были? Они были разные. Вот, например, эти, пожалуй, самый крупный из них – это как раз амурозавр. Он где-то длиной метров 10 был, но вот высотой, по-моему, метра 2,5 где-то так. Как машина. Вообще, если любопытно, вы можете как раз прийти к нам в Дарвиновский музей. Да ну ладно, седанчик. У нас в этом музее, там натуральный размер амурозавр восстановленный стоит. Целый внедорожник. А чуть подальше, в парке Академическом, там натуральный размер Аллора Титан стоит. Вот так что вот можно на них полюбопытствовать, поглазить. Наш слушатель вас прерывает и говорит, что это за название? Водились ли у нас нормальные тираннозавры? Нормальные тираннозавры. Вот эти все наши любимые. Да, вот эти вот тираннозавры. Из 90-х до нашей эры. Так. Ну, ладно, небольшое лирическое скопление сделаю. Ярослав, знаешь, это меня словит к наилочку ледоедочку. Говорит между ними и теми каким-то. Да нет, нет, все в порядке. Действительно, я понимаю, что кому нужны всякие Аллора Титана, когда у нас, когда вот тираннозавры все... Конечно, конечно. С тираннозаврами некоторая проблемка. Ни одного целого тираннозавра или его родственника на территории России не находили. Но находят зубки, которые, соответственно, очень похожи на зубы всех тираннозавров. И, соответственно, можно сказать, что они у нас были, но непонятно кто именно. Потому что тираннозавр — это понятие такое растяжимое. Есть, конечно же, тираннозавр Рекс знаменитый, да? Да, да, да. Но он американец. Они жили в Америке. С такой-то фамилией Рекс, ну еще бы. Ну, да, еще бы. Не, ну, американцы скромны, они поэтому назвали его королем динозавров, тираннозавр Рекс. На самом деле были очень похожие животные в других местах. Вот, скажем, в Азии известен торбозавр. И вот у нас, скорее всего, тоже жили торбозавры, хотя точно достоверно утверждать это нельзя. Но жили они где, раз уж мы об этом заговорили? Как раз-таки на территории Амурской области находили зубки. Да, в Приморском крае, наверное. В каком году? А вот это сказать не могу, но, скорее всего, уже где-то в 90-х годах. Не, ну, на самом деле, можно тут немножечко и обратно вернуться. Я все-таки пару слов еще про тираннозавров продолжил. Да. Не успел договорить. Значит, в Амурской области находили их. Еще их находили в Крыму всякие разные зубки. Если я не ошибаюсь, по-моему, в Краснодарском крае чего-то такое находили тоже какие-то зубки. Ух, и по-моему, в Якутии еще. Вот. Ярослав. Так что все-таки есть места, где у нас, скорее всего, термозавр. Могло такое быть. Это, конечно, такой абсолютно вопрос от профана. Могло такое быть, вот знаете, как ловишь рыбу, раз вытаскиваешь щуку, а у нее в губе блесна торчит. И ты вроде как и щуку вытащил, и блесну вытащил. А блесна это от предыдущего рыбака. Могло такое быть, что травоядный динозавр убежал от тираннозавра, и у него где-нибудь в шкуре остался зуб. И все ученые, на самом деле, заблуждаются, что на нашей территории, на территории, вернее, нашей страны, были вот эти самые, о ком вы сейчас рассказывали. Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что они так далеко побежали с зубом в спине. Ну, почему нет? Может, сильно укусили? В шоковом состоянии. Преодолели большие расстояния. Главное, как больше тела укусили. Главное, как больше тела укусили. Хвост, хвост. Ну, шутки шутками, но я думаю, что, разумеется, были. А смотрите, интересно, у нас в стране, на нашей территории, существовали какие динозавры? Они были хищники и травоядные? Да нет, ну, конечно, всяких находят, и хищных находят, и травоядных находят, и больших, и маленьких. Практически вообще все группы, которые мы знаем, и панцирные динозавры, рогатые динозавры, стегозавры с колючками на хвосте, какие-нибудь там родственники тираннозавров, сами тираннозавриды, в общем, кого не возьмите, практически от всех какие-то остатки у нас находили. Но вопрос в том, насколько они, как говорится, большие, насколько это полные скелеты. Вот, скажем, от утконосых динозавров несколько полных скелетов есть, да? Вот как раз другой динозавр, которого, можно сказать, первого нашли на территории нашей страны, именно целикового. Это так называемый пситтокозавр, динозавр-попугай. Вот, нашли его в Кемеровской области. Он маленький был? Вот от него тоже целый скелет нашли. Маленький? Он маленький, да. Он совсем небольшой, где-то метр, по-моему, полтора длиной. Кстати, может быть, кто-то его видел. Совсем недавно приезжал к нам в гости в Палеонтологическом музее. В прошлом году его выставляли, сейчас он снова уехал в Кемеровский край, в Кемеровскую область, прошу прощения. Вот. Так что, очень симпатичный, да. У нас были разные, но вопросы, как я уже сказал, насколько они полные эти находки. Вот, скажем, все знают, наверное, этих мелких велоцирапторов и прочих, да? По парку юрского периода, маленькие там, фантастичные. А вот их родственники, Тра, Донты, динозавр с красивым названием. Ой, забыл. Нам нормально. Скажите любое. Любое красивое. Так вот, в общем, находили разных их родственников, но только видим зубиков, когтей и прочее. То есть ни одного скелета полного не находили. Я, кстати, хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, кто к нам только присоединился, или рассказать. Вот Ярослав был уже у меня недельки три назад в этой же программе. И сказал, прокомментировал фильм «Парк юрского периода», что там в первых частях фильма, да, очень даже достоверные знания все. На тот момент. На тот момент, да. Ну, то есть не выдумывая очень много правды. Ну, да, по сравнению с большинством фильмов, скажем так, да. Ну, да, хотя бы, чтобы иметь представление о том, что вы уже смотрели. Это не документальный фильм, а все-таки научно-популярный. Это, в общем, неплохо. Спилберг подошел, молодец. Классно, достоверно. Это здорово. Так, мы возвращаемся. Друзья, я хочу напомнить, говорим сегодня о тех динозаврах, которые существовали на территории нашей страны. Вы можете тоже задавать свои вопросы. Групп ВКонтакте «Страна.ФМ» и «Ватсапфайбер» 909-928-189-9. Ярослав, скажите, а вот на протяжении всех, скажем так, научных поисков, бывали ли какие-то прям сенсационные находки? Вот прям вот «Вау! Ну, не могло такого быть! Вот только не у нас!» Да. Как хорошо, что вы спросили-то, а? Я все ждал этого момента. Да я знал, о чем спросить, под завязку нашего разговора. Итак, буквально вот совсем-совсем недавно... Вы даже говорите, стали громче. ...последних десяти лет буквально, да, у нас обнаружили в Забайкалье уникальнейшего динозавра, которого даже опубликовали в высокорейтинговом журнале Nature, если мне память не изменяет. Так вот, что же в нем уникального в том, что это единственный динозавр на территории нашей страны, у которого были обнаружены перья. Вот так вот. А тот, который из Кемеровской области приезжал в гости, без пера был? Во-первых, от него находят только скелеты, поэтому сложно сказать так. А тут и перья, значит. Вот это да. Ко мне пришло осознание просто. Да, ну раз уж все-таки заговорили о нем, у него была забавная такая черта, у того, который из Кемеровской области, да, Пситоказавра. У него... Уголь с собой привез. У него с родни иглом дикообраза, при этом легко гнущимся. Вот, то есть, ну, скорее всего, это тоже такой статусный, да. В общем, как часы у нас, да, там, у кого круче, тот и сам круче. А у тех, так, у кого длиннее были шпы, тот тоже был в своей стае. Моднее. Так вот, а тут нашли за Байкалье Кулинда Драмея, так его назвали. Да. Мне кажется, можно было не искать просто название. Одно название. Вот, нашли здесь и кости, почти полный скелет, и отпечаток. К сожалению для динозавра, и к счастью для нас, видимо, где-то неподалеку было извержение вулкана, и все этого динозавра, и все, что вокруг было, засыпало пеплом. Именно благодаря этому уникально сохранился этот экспонат. Здорово. И удалось найти перышки. Вот, причем отпечатки показывают, что он выглядел просто удивительно. То есть у него практически все тело было покрыто таким нежным пухом, как у цыпленка. При этом, а, даже не совсем так, нежный пух, как у цыпленка, у него был на лапках. Сами кончики лапок у него были голые, покрытые кожей, такое, с чешуей. А все тело у него покрывали такие маленькие, как бы, как волосинки практически. То есть вообще такое, как химера, состоял из трех частей. С ума сойти. Да, очень странные. А это когда он существовал? Жил он в меловом периоде, если я не ошибаюсь, в начале мелового периода, то есть примерно 130, так где-то миллионов лет назад. Ага. И территория где он, на какой территории его нашли? Нашли его в Забайкалье. Забайкалье, вот. Мы переносимся в Красноярский край, напоминаю, наша тема «Динозавры России». И там что-то любопытное есть, вы нам хотели рассказать. Да, я хотел бы об этом пару слов сказать. Во-первых, там находят динозавров юрского периода. Практически все, о чем я сейчас рассказываю, это все меловые динозавры, то есть более поздние. А там как раз находят одних из самых ранних на территории нашей страны. И причем очень любопытно, как их, собственно, начали находить. Как? Дело в том, что как раз благодаря энтузиасту, а вовсе не благодаря ученым, значит, был, ну и, собственно, до сих пор есть, до сих пор работает такой замечательный товарищ Сергей Анатольевич Краснолуцкий. Вот, и ему все покоя не давало, что в соседней Кемеровской области нашли этого динозаврика-попугая. Все там говорят про динозавров Кемеровской области, а тут почему бы не найти на территории Красноярского края-то родного? Действительно. Правильно. Ну, тут одного-то с трудом удалось найти, а тут он хочет на своей территории что-то найти. Ну, ученые, как говорится, пожали плечами, хочешь ищи. Он захотел, он пошел искать, и он нашел. И чем дальше копают, тем больше находят. Он активно принимает участие в описании этих динозавров, и кого там только не нашли. В том числе там нашли практически единственный целый скелет динозавра юрского периода, а именно стегозавра, того самого знаменитого, про которого все знают, с пластинками на спине, с шипами на хвосте. Вот он сейчас красуется в местном краеведческом музее. Вот гордость Красноярского края. Здорово. Круто. И кроме того, там нашли кости динозавра, который, возможно, является прапрапрапрадедушкой знаменитого тираннозавра Рекса. Вот, это ответ нашему слушателю, который написал нам, что нет нормальных динозавров на территории России. Прапрапрадедушка? Нет, есть. Ну, здесь тоже некоторая сложность. Здесь от него нашли только один палец и кусочек пожеванный такой от челюсти. Ну, все равно, это было достаточно, чтобы описать нового динозавра и сказать, какой он был и даже как он примерно выглядел. Назвали его Телескус аристотекус, что переводится как благородная ящерица. Вот, думаю, что благородство его как раз и состоит в его родстве со знаменитым тирексом. Это достаточно небольшой динозавр, где-то метра два с половиной, наверное, длиной, метра полтора высотой. В общем, совсем невелик. Да, не то, что его король, который там будет его далеким правнуком. Но при этом тоже он был, видимо, неплохим хищником. Хищником. Возможно, охотились как раз-таки на этих тягозавров, которых там находили. И самое необычное, если бы вы увидели Телеско, самая его необычная черта, это очень странный гребень на носу. Такого у тираннозавра, конечно же, нет. А вот у Телеско, скорее всего, был. Ну, опять же, для чего он служил, догадаться несложно. Скорее всего, это либо показатель статуса, либо как рога у оленя или хвоста павлина, для того, чтобы самок привлекать побольше, побольше. Вот пантуется, а? Конечно. Сто миллионов лет прошло, а? Да, все, по пантурию всегда были и остаются. Так, понятно. Очень интересную вещь вы нам сказали вне эфира, что некоторые динозавры присутствуют на гербах наших регионов. Есть очень необычные места, где можно искать динозавров. Это на гербах, да. У нас, можно сказать, уже появились свои гербозавры. Расскажите. Причем могу сказать, что в нашей стране на целых четырех гербах уже красуются динозавры. Это где же? Во-первых, это как раз-таки герб Чебулинского района, Кемеровской области. Там нашли псит-такозавра, и псит-такозавр на герб сразу же и отправился. Он, мне кажется, законно и справедливо. Ну да. Дальше. Чернышевский район Забайкальского края. Там на гербе красуется кулиндодромей. Опять же, нашли уникального динозавра, на герб поместили. Все честно, справедливо. А вот два других герба с динозаврами очень-очень забавные. Значит, во-первых, динозавр красуется на гербе Котласского района Архангельской области. Можно подумать, что там тоже находили динозавра, но это не так. Значит, как объясняют... Просто захотелось. Ну, так вот. Они же объясняют. Они же говорят... Все же понтуются, мы же уже поняли. Они привлекают саму псорио. Женщин мало, да? Они говорят, что на территории Котласского района земля скрывает многие тайны. И динозавр символизирует тайные загадки Котласской земли. То есть они заманивают, на самом деле, не женщин, а ученых. Разместили? Раз. У нас есть, если что, если что. У них на самом деле находят всевозможные остатки. В том числе нашли у них динозавра. Вот только динозавр это амфибия, и скорее родственник лягушек, чем динозавров. Но это уже детали. Я аж воду пролила. Куда? Амфибия? Амфибия, да. Да ладно. Ну это еще ничего. То есть амфибия из чего? В смысле как? С чего? Нет, ну в смысле амфибия. Была она, ну, земноводная. Земноводная, родственник лягушек, там тритончиков. Хотя внешне скорее на крокодильчик. На крокодильчик? Хищная? Ладно, и наконец самый забавный герб, это герб города Саки в Крыму. Да ладно? Значит там красуется бронтозавр. Ничего себе. Почему он там оказался? Дело в том, что в этом самом замечательном, скажем прямо не самом большом городке, есть санаторий. И для того, чтобы в этот санаторий привлечь побольше посетителей, во дворе санатория поставили бронзовую скульптуру бронтозавра. И так как особо достопримечательностей в округе нету, все запомнили, что город Саки, это город с бронтозавром. Ну и в итоге решили, почему бы этого бронтозавра не поместить на герб. Все отлично. Красиво. Продакт-плейсмент. Гербовый продакт-плейсмент. Маркетинг. Реклама, да. У нас остается не так много времени, буквально минута. И хотелось бы еще чему уделить время. Ведь очень много людей, которые своими силами собирают вот эти коллекции, да, и таким образом помогают палеонтологам. То есть это не только, нужно сказать, спасибо ученым, но и простым людям, которые вот находят эти кости и развивают таким образом эту область. Конечно, безусловно. У нас, к сожалению, не так много специалистов, и, может быть, недостаточно как-то финансируется наука, но, как бы там ни было, действительно нам очень сильно любители помогают. Часто они сами активно участвуют в раскопках, часто они обнаруживают новые места, в которых удается потом покопаться. Часто они какие-то свои экспонаты дарят музеям, за что мы им, конечно, крайне признательны. Вот, и сейчас, скажем, прям, нужно финансирование, друзья. Все, кто нас слышат, люди, кто могут, давайте, давайте, давайте. Ну что вы, у вас в районе может быть динозавр, а вы сидите и молчите. Так что все деньги срочно, палеонтологический институт. Да, 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 да. Разбиваем, вот прям так, да. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что у нас в гостях был Ярослав Попов, свой научный сотрудник Дарвинского музея, палеонтолог. Мы говорили о тех динозаврах, которые на нашей родине были, существовали. Мы переходим в следующую часть. Переходим. Спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошего дня. Приброшайте еще. Да.